Так, парни, всем привет! Сегодня у нас 21 июня 2016 год и у нас сегодня будет наконец-то сравнительный тест Toyota Camry и Mazda 6. Сразу подчеркну, многие из вас заметили, что Toyota Camry у нас предыдущего года выпуска, она 2013 года. Я кратко расскажу, в чем изменилась Toyota Camry с 2015 года выпуска, но поверьте мне, найти машину для сравнения не так уж и просто, как оказалось. Сейчас подойду к человеку, просто к незнакомому, и когда я ему начал рассказывать о том, что есть канал, что дайте вашу машину на час, ключи, я вам ее вечером пригоню, он меня посмотрел так и сказал, нет времени, просто он мне мягко отказал. Поэтому машины моего товарища, про машину я в принципе знаю много, я на ней ездил, я ездил на такой же машине, только японской сборке непосредственно. Поэтому сейчас мы обо всем по порядку поговорим. Значит, почему мы сравниваем два этих автомобиля? Да, я прекрасно понимаю, что два абсолютно разных класса. Toyota Camry позиционирует себя как седан бизнес-класса, а Mazda 6 больше подходит для седана класса D. Но два автомобиля находятся в одной ценовой категории. Когда я, например, выбирал, какой автомобиль купить, я также рассматривал и Toyota Camry. Цена на Mazda 6 начинается сегодня от 1 миллиона 200 тысяч рублей, на Toyota Camry от 1 миллиона 350 тысяч рублей. Но в целом, если мы будем брать какую-то среднюю комплектацию, например, в Mazda 6, на простом примере, двухлитровая машина в предмаксимальной комплектации, она сегодня вам обойдется в 1 миллион 500 тысяч рублей. И Toyota Camry в принципе обойдется в 1 миллион 500-1 миллион 600 тысяч рублей. Если мы посмотрим на переднюю часть автомобиля, то мы заметим, что в принципе бампер у каждого автомобиля находится на одинаковом расстоянии от земли. Клиренс здесь же у Toyota Camry 160 миллиметров, у Mazda 6 165 миллиметров. В нашем случае Camry стоит не на родных дисках, а на 18-х. Это не штатные диски. Штатная комплектация идет 16-й радиус и 17-й радиус. В Mazda 6 17-й радиус и 19-й радиус. Так как я сам являюсь владельцем этой замечательной Mazda 6, я буду больше акцентрировать свое внимание на Toyota Camry. Потому что на моем канале, ссылка будет в описании, про Mazda 6 снято очень много видеозаписей. Заходите, смотрите, там есть все подробные описания автомобиля. Внешние части, внутренние части, интерьера, ходовых. Есть абсолютно все. Поэтому сегодня мы будем больше фокусироваться на Toyota Camry. Так как автомобиль у нас с 2013 года, а в 2015 году было изменение, я хочу сразу отметить то, что изменения коснулись в лицевой части автомобиля бампера нижнего и решетки радиаторов. Также немного была подправлена задняя и передняя оптика. В принципе, эти изменения незначительны. И человек, который никогда не ездил на Toyota Camry или не владел этим автомобилем, их сходу не заметит. То есть в потоке определить новый этот автомобиль, это или автомобиль предыдущего года вы не сможете. То же самое произошло и с Mazda 6. Автомобиль, который был выпущен в 2013 году, тоже имел свои очертания. В 2015 году было незначительно доработано. Диодная оптика была поставлена на автомобиль. И немного изменили решетку радиатора. И также изменили немного зону, где стоят у нас противотуманки. Добавлен хром и противотуманки стали в более дорогих версиях идти диодами. Все. Более никаких значительных изменений с кузовом и с ходовой частью с автомобилем не производилось. Хотя, некоторые утверждают, что и в Mazda, и в Toyota Camry 2015 года непосредственно была доработана подвеска. А сейчас я вам просто предлагаю, давайте просто подойдем поближе и посмотрим по кругу оба этих автомобиля. Почему? Когда я покупал автомобиль, я также приходил в салон и Mazda 6, и Toyota Camry, крутился вокруг них, смотрел, размышлял, сравнивал. И сделаем сейчас то же самое. Возможно, вы хотите сейчас купить себе автомобиль и думайте, что же все-таки взять. Mazda 6 или Toyota Camry. Значит, в моем случае, первым знакомством я начал с Toyota. Проезжая мимо автосалона, я просто думаю, дай-ка зайду, посмотрю, что я там увидел. Когда я зашел в салон, стояла тоже белая машина и черная машина. Я рассматривал сразу черную, но машина сразу внешне мне показалась более взрослой. То есть, даже на сегодняшний день, когда я езжу по городу, даже владелец этого автомобиля, он человек более взрослый. То есть, мне, например, 26 лет. На этом автомобиле я чаще всего вижу людей, которым за 35-50 лет. Также частенько этот автомобиль покупают для заднего пассажира. Именно поэтому машина выглядит более строго, более сдержанно. Если посмотреть на Mazda 6, то мы сразу видим, что здесь совершенно другой взгляд у машины. Машина выглядит более молодежно. И самое главное, на мой взгляд, я считаю, что это достигает за счет оптики. В нашем случае она сейчас стоит диодной. И за счет просто вот этой нижней губы. То есть, вот эти вот линии, как бы хром, да, казалось бы мелочь, но на самом деле они формируют полностью визуальный взгляд. Также крылья автомобиля и капот, ну, как это обычно говорят, изогнутые линии автомобиля показывают о его спортивности. И там тыры-пыры, 8 дыры. Машина выглядит агрессивно. Есть с этим споры? Я думаю, у вас с этим споров нет. И данный автомобиль, как Toyota Camry, он на самом деле, ну, парни, ну, посогласитесь, машина более взрослая, чисто прямо. Вот когда машина подъезжает, видно, приехал папа. Просто папа приехал, машину поставил, папа пошел заниматься своими делами. Так, как я сказал в начале видео, то, что автомобили оба, в принципе, одинаковые по длине, смотрите, в чем идет хитрость. В данном случае, если брать Toyota Camry, капот у нее намного короче, чем у Mazda 6. У Mazda 6 капот реально очень огромный. Но, если мы пойдем дальше, то мы обратим внимание, вот водительская дверь. Самая часто использованная дверь в автомобиле. Она у нас, смотрите, просто, давайте прямо вот, по факту. 110 сантиметров. Я беру и сажусь, ну, на пассажирскую Toyota Camry. 116 сантиметров. То есть, уже садиться в машину однозначно будет легче. Дверь больше, дверь открывается шире. Мы садимся в автомобиль. Идем дальше. Задняя дверь автомобиля, которая, в принципе, в Toyota Camry тоже используется, как бы, для заднего пассажира. Давайте проверим, что она у нас есть. 110 сантиметров. У Mazda 6 100 сантиметров. То есть, как мы с вами видим, разница есть. Значит, если мы будем говорить про заднюю часть автомобиля, то, опять же, смотрите сами детали. Вот у Mazda 6 все более плавные такие линии сделаны. Она более зализанная. То есть, в чем-то как раз этому выражена молодежность. Обращаю ваше внимание, что в моем случае насадки стоят нештатные. Машина у меня турбирована. У меня стоят две турбины. На пониженной, на повышенной. Соответственно, насадки это отображает. Я, конечно, шучу. И давайте посмотрим на Toyota Camry. Опять же, посмотрите, просто машина более сдержанная. Ну, согласитесь, а? Но вот это нужно объяснять кому? То есть, ну, видно, такая более взрослая машина. То есть, нет этих вот никаких зализонов, еще чего-то. То есть, машина, вот видно. Человек взрослый приехал. Значит, в цифрах. Здесь у нас 506 литров. Здесь у нас 430 литров. Это в цифрах. То есть, перепад 76 литров. Правильно? Открываем багажник. Сразу хочется отметить, что багажник, на самом деле, гораздо тяжелее, чем в Mazda 6. То есть, у автомобиля лучше шумоизоляция. У автомобиля лучше лакокрасочное покрытие. Хотя, об этом многие спорят. Многие говорят, что на самом деле не так уж она и хорошая. Потому что, почитав форумы, просто отзывы владельца, я также вижу то, что многие лакокрасочные покрытия у нас, ну, как сказать, ругают. Мягко говоря, ругают. В данном случае автомобиль белый, поэтому, в принципе, на нем косяков нет. У автомобиля пробег уже около 70 тысяч километров. Берем нашу рулеточку и просто давайте просто с вами померим, что у нас же здесь получается. Реально что-то сюда можно засунуть. Это будет примерно 112-113 сантиметров. Просто впихнуть вот так вот, да, по высоте. То есть, что-то мы будем тащить, допустим, какой-то стол из Икеи в собранном состоянии. То есть, ну, вот так. Он сюда пройдет, пройдет. А дальше все, пожалуйста, куда он дальше? То есть, по сути, как бы, это объем, он вроде бы есть, а вроде бы нет. Ну, что вы будете накидывать? То есть, каких-то тряпок, сумок и так далее. Ну, сумку какую-то для путешествий у себя засунете. Я вообще считаю то, что в седанах багажник, это как бы так чисто условность. Это вот там перевозить какие-то вещи, какие-то бумаги и опять те же самые сумки. Давайте посмотрим на Мазду 6. Багажник здесь, ну, реально, он прямо здесь вот, как это, более легкий. Открываем, примеряем и видим. 109 сантиметров. 109. Опять же, здесь выше пол, обратите внимание. Пол здесь выше, он здесь ровный. Сидения складываются, и они, ну, образуются ровный пол. Вот, пожалуйста. Чего, кстати, в Тойоте Камри не в каждой комплектации есть. То есть, есть комплектации, в которых сидения вообще не будут складываться. Ну, это вроде как максимальная комплектация. Там, где есть регулировка сидений заднего пассажира. То есть, ну, это уже такая прям чисто для босса. Тому, кому просто реально положил сумешку, поехал, все. То есть, более такой простой вариант, когда человек себе взял им автомобиль, там сложить сидение будет можно. Если вы обратили внимание, что здесь у нас пол неровный, то пол на самом деле в автомобиле очень даже ровный. Просто здесь под ковриком лежат личные вещи владельца, которые мы предварительно спрятали, чтобы вы, ну, как бы человек попросил, уберите вещи. Мы их убрали, все. Но пол здесь точно такой же ровный. И он более приглубленный, нежели чем у нас в Mazda 6. Значит, если подводить краткий итог по задним частям автомобиля, то можно сказать, что, в принципе, у обоих есть парктроники, у обоих есть камера заднего вида, у обоих раскладываются сидения. Значит, уделять внимание ходовым характеристикам автомобиля, а именно комфорту в езде, я думаю, не стоит, но кратко скажем, что у Mazda 6 стоит независимая многорычажная задняя подвеска и передняя типа Макферсон. Здесь же у нас стоит подвеска независимая пружинная, тоже типа Макферсон, но со стабилизатором поперечной устойчивости, что, в принципе-то, и дает свой комфорт при езде. Также важно отметить, важно отметить то, что даже в максимальной комплектации автомобиль комплектуется с дисками 17-го радиуса. А в нашем случае, если брать Mazda 6, то там диски 19-го радиуса. И процентовка колес по высоте с резиной тоже разная. Это очень важно. За счет этого многие люди говорят то, что Toyota Camry более валкая, и то есть на ней некомфортнее есть на больших скоростях. Кстати, отмечу то, что производитель заявляет максимальную скорость для всех автомобилей одинаковая – 210 км в час. Как с двигателем 2 литра, как с двигателем 2,5, так и с двигателем 3,5 литров. Всегда можно убрать ограничитель скорости. Он 100% есть. Если вы не знаете, что такое ограничитель скорости, не нужно писать то, что его вообще не существует. Он существует. Позвоните вашему официальному дилеру, посмотрите в интернете, он есть. Владелец автомобиля без проблем разгоняется до максимальной скорости, дискомфортно ему вождение автомобилем не доставляет. Есть люди, которым на 180 начинают машины потряхивать просто слегка на неровной дороге, им уже страшно, у них уже начинают потеть ладони. Не надо, ребята. Если вы боитесь, не нужно говорить, что машина плохо управляется, просто вы боитесь быстро ездить. Боитесь правильно. Не надо ездить. 160-180 для вас должна быть максимальная скорость на ровном участке дороги. Тем же, кто умеет управлять автомобилем, тем же, кто любит горячие ощущения от вождения на быстрой скорости, автомобиль покажется нормальным. Но, если, опять же, его сравнить с управлением с Маздой 6, то Мазда 6 в этом случае, ну, конечно, я бы не сказал, что земля и небо, но автомобиль управляется гораздо лучше. Лично езжу на автомобиле 210 км в час, тут вот у меня максимум 210 км идет, проблем не испытываю. Опять же, нужно важно и вообще нужно себя понимать, что ехать нужно по ровной дороге. Не колейной, не разбитой. Вот прямая дорога со своими затяжными поворотами, автомобиль управляется идеально. Пойдем дальше. Безусловно, внешний вид автомобиля имеет огромное значение, но также огромное значение имеет и внутренний вид автомобиля, а именно интернет. Давайте посмотрим. Придя в Тойоту, я открыл дверь, и вот, что я увидел. Пожалуйста, покажи самому. Просто давайте прям слева направо пойдем. Смотрите, все, в принципе, точно такое же, как в автомобиле Мазда 6. Все стеклоподъемники автоматические. Вот в чем кайф вот этой кнопочки. Вот в нашем случае, например, в Мазе, нужно вот эту крутилку крутить, и она работает как центральный замок. Здесь же вот, нажал на кнопку, все, все двери закрылись, нажал, все двери открылись. В этом, на самом деле, есть свой плюс. Ручник ножной. Многие говорят, что это неудобно. На самом деле, на седании это действительно неудобно, потому что вот эта часть может пачкаться. Здесь она также может корябаться, потому что машина не такая высокая. Особенно, если вы человек с пузиком, с нормальным таким, то для вас это будет вообще реально, ну, не очень удобно. В нашем случае, в Мазе 6, ручник установлен здесь, на центральной консоли, и он вообще электрический. Дальше. Отдельно выведена кнопка для стеклоомывателей. Это, в принципе, очень удобно. Так как я уже говорил, что у нас автомобиль с 2013 года, то обратите внимание, что здесь руль пятиспицевый, спицевый, а на новом автомобиле руль будет трехспицевый. Но, в принципе, вся функциональность руля остается прежней. Да, конечно, у вас будут разделены кнопочки. Одна будет отвечать за управление мультимедией и телефоном, а вторая также будет отвечать за управление панелью приборов. Потому что на новом автомобиле, на 2015 года, здесь также будет установлен 4,2-дюймовый дисплей, на котором будет, ну, портовой компьютер. Ничего нового вы там не увидите, там будет вся та же информация о расходе, пробеге и так далее. Если говорить про центральную консоль автомобиля, то на самом деле она мне нравится лично. Потому что я люблю всегда, когда есть кнопки, когда есть вот эти различные крутилки, которых, кстати, также отметим, на новом автомобиле не будет. Но точно такие же крутилки у нас установлены, ну, в принципе, на автомобиле Mazda 6. Единственное, чего бы я не хотел иметь в своем автомобиле, это вот этих подогревов сидений. Потому что вот эта крутящая вся штука, ну, на мой взгляд, это будет не очень удобно. Хотя ко всему привыкаешь, но в моем случае, в нашем случае, в Mazda 6 сделано намного удобнее, она сделана кнопочной. То есть нажимаешь, нажимаешь, и все срабатывает. Также установлен дисплей с поддержкой навигации. Есть вся необходимая мультимедиа. Есть ионизатор воздуха. В принципе, автомобиль оборудован всем тем, что нужно. Единственный вопрос у меня всегда возникал, зачем делать вот этот пластик? Пластик под дерево. Но на самом деле, на мой взгляд, было бы круче, если бы просто сделали, что-то какой-то просто черный пластик, такой глянцевый, интересный. Но так уж пошло, что все машины почему-то, когда делают под дерево, как бы считается более бизнес-класс какой-то, уже более такая дорогая машина. Хотя, на мой взгляд, это вообще абсолютно так не выглядит. То есть пластик есть пластик. Если бы это было бы настоящее дерево, тогда был бы другой разговор. Очень удобный подлокотник. Подлокотник реально очень удобный, и он выдвижной. То есть садишься, можешь под себя-всего настроить его. А особенно обращаю ваше внимание. Смотрите, просто когда ты едешь, да, вот у тебя лежит коробка, выдвинут подлокотник, все, у тебя рука здесь. Ну, очень удобно, то есть на дальняк без проблем можно ехать. Обратил внимание на то, что все, в принципе, владельцы Toyota Camry ездят полулежа. Вот я кого не видел, вот здесь вот реально, здесь удобно лежать. Здесь садишься, все, ты привыкаешь к машине, все, ты лежишь, кайфуешь. Многие отмечают то, что касаемо коробки. Вот смотрите, видите, она здесь сделана там до сходов. Многие считают, что это уже такой старушечный вариант, то, что нужно делать более прямые коробки, но даже в 15-м годе коробка осталась без изменений. Она также вот зменеобразная. В этом есть свой плюс, потому что вы никогда не перепутаете передачу, вы никогда случайно не включите заднюю, вы никогда рукой не заденете, не слетите на нейтралку, например, на скорости, что в моем случае было регулярно на Nissan. У меня еще автомобиль есть другой. Вот на Nissan там тоже по прямой ходит коробка. У меня постоянно, когда я ездил с друзьями вечером, частенько кто-то задевал рукой его, и он вылетал на нейтралку. Жмешь на газ, машина не едет. Думаешь, что в чем проблема? Он быстро реагирует, уходишь дальше. Вот. Отмечу, смотрите, здесь у нас ниша идет просто как карман. В 2015 году у нас появляется здесь зарядное устройство для телефонов. Все остальные фишки, касаемо подсвета, зеркал, отчетчатого ящика, все это присутствует, все в автомобиле есть. Так же у нас зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. Что важно? Обратите внимание, данный автомобиль уже в нашей сборке, питерской. Соответственно, вот потолок, вот у всех видел такую тему, он не до конца затянут. Ну, не затянут, а притянут. То есть он ходит, он гуляет. Чего, например, в Майзде 6 точно нету. Хотя она тоже уже питерской сборки. Ой, не питерской, а в Новоевостоке он собирает, но наша сборка уже. Так же, вот смотрите, такие вещи, как вот, да, ну, есть швы заметные, то есть костяки, то есть нажимаешь, вот здесь она ходит. Мне писали многие владельцы, говорили о том, что вообще жалуются на машину, так как покупает машину, она уже новая, уже начинаются какие-то скрипы, какие-то уже сверчки. То есть, ну, в этом случае почему-то в принципе этого не заметно. Да, когда едешь по неровной машине, машина вот слева-справа гулять начинает, звуки присутствуют. Но в автомобиле пробег, я вот ошибся, я сказал 70 тысяч, в автомобиле пробег 89 тысяч километров. То есть уже можно судить о качестве сборки, уже можно судить о том, как вообще автомобиль, ну, что вообще за качество материалов. Так вот, обратите внимание, руль не облежащая абсолютно. Единственное то, что вот если посмотреть на сиденье, кожа стала потрескана. Но я считаю, что это нормально, что в этом ничего страшного нету. Хуже, когда кожа начинает рваться, но здесь такого не замечено. Каким бы этот пластик не был, но он, в принципе, очень хорошо защищен, потому что никаких царапок на нем незаметно. Вот если сейчас его еще натереть хорошенько, то он будет прям вообще, ну, реально как новый выглядеть. Чего нету в Mazda 6. А сейчас я вам это покажу. Пойдемте в Mazda 6. Значит, про Mazda 6 я сейчас кратко расскажу. Почему? Потому что я уже вам в самом начале ролика сказал, что про этот автомобиль, это мой личный автомобиль, я про него уже очень много наснимал видосов, вы их можете все посмотреть на канале. Все, в принципе, то же самое. Все стекла в автомобиле с автоматическим режимом. Также можно заблокировать окна, чтобы они вообще не открывались. Настройка зеркал бокового вида. И вот центральный замок, он сделан в виде этой кнопочки. Так как дверь сейчас открыта, она не сработает. Ну, когда закрываешь, иногда все равно бывает, но вот эта пимпочка, ну, не очень удобно. Это лично на мой взгляд. На ней мы зацикливаться даже не будем. Когда мы садимся в автомобиль, интерьер здесь совершенно другой. Приглашаю вас в автомобиль, друзья, садитесь. Значит, по интерьеру автомобиля вы можете сами посмотреть, и каждый из вас для себя сделает выводы. Но мне этот интерьер показался более молодежным, более интересным. Многие отмечают сравнение, что здесь как-то взято ауди, ауди. И в чем-то сама передняя часть автомобиля, этот консоль, напоминает BMW. Когда садишься, в принципе, автомобиль сидит очень удобно. И салон тоже располагает, и вот это вот все управления тоже быстро привыкаешь. Хотя в большинстве автомобилей, например, даже тот же самый звук, настройка, куда-то рука постоянно тянется у вас сюда. В Toyota Camry вот здесь покрутили. Ну, и во всех автомобилях, в принципе, вот здесь. Но в Майзе теперь управляется звук только отсюда, либо с руля. У нас имеется электронный ручник, у нас имеется кнопка спорт, чего нету в Toyota Camry. У нас вся консоль передняя, вот мультимедиа, управляется с этого джойстика. То есть у нас она, видите, сделана как бы под пять пальцев. То есть у нас есть звук, у нас есть избранная, у нас есть навигация, у нас есть клавиша домой. То есть, в принципе, вот весь дисплей, он управляет с этого джойстика. Что, собственно, удобно. В тот же момент сам дисплей сенсорный, тем, кто любит потыкать в экран, без проблем, есть такая возможность. Обращаю внимание, вот, подогрев сидений, вот удобная фишка. Нажал на кнопку, все, максимальная горит. Нажал на кнопку, средняя. Один раз нажал, все, холодная, выключил. Вот это удобно. И обратите внимание, то, что вот нажимаешь, как такового звука нет, нет этих щелканий, еще чего-то, но удобно. А Camry ушла от этого решения, когда, вот, например, центральная часть управления климат-контролем сделана в виде крутилок. Они ушли на принцип такой, то, что вот больше у них уйдет управление, теперь кнопочное. Есть ли в этом смысл? Классно это, не классно, я не знаю. На мой взгляд, это вообще, в принципе, не имеет никакого огромного решающего значения. То есть, человек сел, включил кондиционер, там, или климат, поехал дальше по своим делам. Вот эти вот кнопочки, ну, я думаю, что не над этим нужно работать. Значит, переходим к задней части автомобиля. Многие отмечают, то, что Toyota Camry намного имеет больше пространства сзади. Давайте это проверим. Открываем дверь, и просто я буду садиться сам за собой. Вот, смотрите, я сижу, я не хочу вот этой херней даже, честно говоря, парни, заниматься тут мерить, вот эти пальцы подставлять, назад сел, удобно, да, удобно. Здесь нормально сидеть, сиденья не двигаются, но в максимальных комплектациях здесь есть даже электропривод, который позволяет в машине просто валяться, сидеть. Дальше открываем центральный подлокотник, все, сидишь, нормально. В любом случае, как бы там кто ни говорил, то, что, ой, там так удобно, удобно передвигаться по городу. Сел, например, вот ты вот из дома, просто тебя довезли до работы, ты вышел, пошел работать. Ты закончил работать, вышел, сел в машину, поехал, пообедал, все. Сесть в этой машине, поехать на ней на заднем сиденье в Питер, да я бы никогда в жизни не поехал. Вот просто вот здесь сеть, где здесь вот так вот будешь ехать здесь сначала, так будешь сеть, потом вот так, потом просто ляжешь, полежишь. То есть, ну, опять же, все в пределах разума. Вот пойдемте сейчас, сядем просто в Мазду 6, я вам отмечу, просто я вам даже не то, что отмечу, я вам отвечу, что там места, в принципе, столько же. Вот эти вот плюс 2-3 сантиметра в ногах, на мой взгляд, это вообще такая просто мелочь, это такая мелочь. Вот автомобиль BMW 740, там 750, тут сейчас начнешь по кнопкам бить, и это автомобиль люкс-класса, да какая разница, я говорю про то, что вот в нем по-настоящему сзади много места, а здесь место, вот это просто борьба за 2-3 сантиметра. Значит, вот, так же открываем дверь, просто сажусь точно так же, сам за собой, ничего не двигая. Вот, пожалуйста, да, пространство. Все, дома. Но реально все, сел дома, вот смотрите, там кожа стандартная идет, а у меня идут мои не очень хорошие чехлы, скажем так. И за счет того, что чехлы натянуты некрасиво, вот это повторение спинки нету, ну вот, обратите внимание, видите, вот если прижимать начинаешь, то есть если контур придавать сидению, то здесь так же, в принципе, было бы много места. То есть, вот, пожалуйста, все, я сижу в автомобиле. Но вот сейчас, что мне здесь? Не так свободно я сижу, как в той машине? Да все то же самое. А также есть подлокотник, точно такой же, с двумя карманами для стакановки. Все, сел, во, все, поехали. Куда поехали? В Питер? Поехали. То есть, да, возможно, там в камне где-то чего-то больше, но я сижу спереди. Я бы, если покупал бы этот автомобиль, я бы меньше всего бы вообще в жизни думал бы о том, сколько там сзади места. Дети маленькие, пожалуйста, вы посадили детей? Все, вот он сидит, он в любом случае, маленький ребенок, вот если у вас есть, если у него будет здесь свой стул, или еще что-то, он осенью, весной, он вам вот эти все спинки, он вам их засрет. Ногами однозначно вам их засрет. Сейчас мы садимся за руль и просто прокатимся на этом автомобиле. Я вам просто пишу свои ощущения, просто вкратце расскажу, есть разница вот мне просто, после Мазды, и сказать, действительно здесь лучше шумка, действительно здесь более какое-то валкое управление. Мы прокатимся на автомобиле, гнать мы его не будем. Покажи просто дорогу, прям поближе поднеси, вот видите, дорога. А теперь вот послушайте, просто вот там, мы едем, да, сейчас, скрипы есть какие-то в салоне или нет? Вот машина сейчас будет влево-вправо гулять у нас. Вот я сейчас специально даже чуть в ямку заеду. Вот здесь легкий скрип, и это от кожи. То есть вот я сижу, я чувствую, как вот сидение поскрипывается. Самое главное, нет никаких скрипов вот отсюда. То есть из центральной консоли, из передней части автомобиля, вот самых таких вот скрипов, что называется, труднодоступных, которые, ты его слышишь, этот сверчок, ну как его убрать, непонятно, потому что нужно переднюю часть разбирать. Шумоизоляция в автомобиле, вот просто по гордости передвигаться, а скоростью 60-80, 100 км в час, в принципе терпимая. У Мазды эта шумка, там примерно, да, 60 км. Едешь просто 60 км по гордости, ну в принципе тихо в машине, ну казалось бы тихо. Чуть больше 60 разгоняешься, уже не то. То есть уже начинается шумо, особенно вот из колесных арок. То есть здесь, конечно, я бы не сказал то, что здесь шумка типа класса Lexus, но в машине приятно. Гораздо приятнее, даже смотрите, вот я сейчас выключил кондиционер, у нас выключено радио, мы просто едем, разговариваем с человеком, и нормально, то есть вполне комфортно. А если включить кондиционер, если включить радио просто, ну не громко ехать, то и еще лучше будет, еще комфортнее будет. Несмотря на то, что в машине установлены 18 диски, нестандартные машины, это остается так же вот мягко. Переезжая лежащий полицейский, ну как-то легче это все происходит. Вот перед нами он сейчас будет. То есть нет какого-то такого вот цоконей, нет каких-то таких вот неприятных звуков, которые есть у Mazda, когда, например, ты проезжаешь чуть быстрее положенного. Вот хочу отметить класс коробки в том, то что ты едешь, когда ты нажимаешь на газ слегка, она начинает слегка ехать. Но стоит чуть посильнее нажать, сразу идет подрыв бешеный. Мы сейчас передвигаемся по городу, в принципе, по тем же самым маршрутам, по которым я ежедневно езжу на Mazda 6. И вот отмечу, вот все вот эти разбитые участки дороги, где-то трещинки, где ямки, реально, Camry проходит гораздо мягче. То есть машина как бы вроде как подпрыгивает слегка, ну как бы. Но в тот же момент, ну реально, ощущение более комфортное. То есть нет вот этого неприятного стука от подвески и от больших дисков. Напоминаю, что в Mazda 6 диски стоят 19-е и очень маленькая процентовка. Ну, относительно маленькая, 45. У машины нет сидений с ярко выраженной боковой поддержкой. Но сидение здесь действительно очень удобное. И самое, что удобно, вот я отмечу, это поясничная поддержка. То есть вот ты сидишь, в принципе, вот мы ездим, ездим, но комфорт есть. Вот спина не начинает затекать. Во многих машинах, например, бывает садишься так, то что удобно сидеть там попе, удобно на спине, но неудобно именно пояснице. То ли здесь владелец машины очень хорошо под себя это отрегулировал, то ли здесь действительно очень удобное сидение. Потому что несмотря на то, что мы движемся просто полулежа, но обзорность автомобиля хорошая. Сзади я все вижу, я все вижу по зеркалам. То есть, ну действительно, сидеть очень удобно. И подчеркну, вот еще раз скажу, что не первый раз вижу, что владелец Toyota Camry ездит на ней именно полулежа. Итак, друзья, подводя итог нашего сравнительного теста, пусть он был не такой детальный, какой бы мог быть, но растягивать тоже, вот просто размазывать кашу по тарелку на два часа и хоть рассказывать то, что у Toyota Camry очень хорошая шумоизоляция. Ну да, хорошая шумоизоляция. У Mazda 6 очень симпатичный внешний вид. Я думаю, вы и так для себя сделаете свои выводы. Если вы молодой человек, наверняка выберете Mazda 6 или же ту же самую Kia Optima новую. Если вы человек более взрослый, выберете Toyota Camry. Я почему-то в этом даже более чем уверен. Поэтому выбор остается полностью за вами. Какого автомобиля вы выберете, данный или данный. Но цена обоих автомобилей примерно одинаковая. То есть, за полтора миллиона рублей вы, в принципе, сможете себе взять либо новую Mazda 6, либо новую Toyota Camry. Поэтому подписывайтесь на канал, смотрите все видосы про Mazda 6. Я про нее веду активный дневник. Все про нее рассказываю с момента покупки. Дальше мы будем искать либо Nissan Tiano, либо Kia Optima. Ну и, в принципе, всех одноклассников, которые находятся в диапазоне 1 миллион 200 до 1 миллион 800. Вот в этом диапазоне. Сначала снимаем полностью их. И, возможно, в дальнейшем появится у нас что-то еще. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до новых встреч. Пока!